От правосудия не скрыться нигде. В Краснодарском краевом суде признали виновными двоих жителей Сочи. Особенность их преступлений – смертельная расправа средь бела дня, верхом на мопедах и мотоциклах. Со своей первой жертвой, одним из предпринимателей, они поступили особенно жестоко. Выпустили более 20 пуль из пистолета и пистолета-пулемета. Спустя некоторое время каратели лишили жизни еще одного бизнесмена. А в перерывах между кровавыми убийствами они торговали огнестрельным оружием. Киллеры долго скрывались за границей. Одного органы правопорядка экстрадировали в 2012 году, второго – в 2016. До последнего обвиняемые настаивали на своей непричастности к уголовным деяниям. Однако судьи были непреклонны. Краснодарский краевой суд приговорил Петра Пинчука к 20 годам, а Дениса Мурдалова к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также им назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. Суд первой инстанции оправдал мужчин. Однако в 2017 году этот приговор был отменен. И уже в октябре этого года присяжные вынесли окончательное решение. За нелегальное хранение оружия и убийство двух человек они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Детоубийца получит по заслугам. 28-летняя жительница Мостовского района убила 9-летнего мальчика. В мае 2019 года племянник бывшего супруга пришел домой к злоумышленнице. Ребенок громко слушал музыку, из-за чего могли проснуться дети подозреваемой. После нескольких требований сделать музыку тише, она набросилась на маленького гостя и задушила его. Решив замести следы, убийца расчленила тело мальчика в ванной и бросила в печь. Полностью жечь останки не удалось, поэтому она поместила их в металлический бидон, который залила хлорным раствором и спрятала во дворе дома. Женщина была задержана практически сразу, однако на расследование дела Краевому СК понадобилось почти полтора года. В настоящее время прокуратура Края выдвинула обвинение в отношении задержанной. Где-то убийце грозит пожизненное лишение свободы. Из защитников в обвиняемые. Новороссийские сотрудники ФСБ задержали адвоката-рецидивиста. По данным Краевого СК в апреле 2020 года злоумышленник и его помощник задумали обмануть знакомого. Мошенники предложили мужчине статус адвоката через большие связи в Краевой адвокатской палате. Стоимость своих хлопот они оценили в 350 тысяч рублей. Сбор полного пакета документов также входил в их услуги, однако план Капкан провалился. Подельника задержали во время сделки, а сбежавшего адвоката объявили в международный розыск. 30 октября 2020 года, благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям правоохранительных органов, местонахождение обвиняемого было установлено и он был задержан. В настоящее время мужчина заключен под стражу. После окончания расследования юрист-мошенник и его помощник предстанут перед судом. Сегодня рано утром на участке Новолеушковская-Павловская произошла массовая авария. Столкнулись три автомобиля. По информации Краевой госавтоинспекции, водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим КАМАЗом и микроавтобусом. В результате 24-летний виновник ДТП погиб. Водители и пассажиры двух других транспортных средств госпитализированы. О происшествиях на дорогах Краевого центра расскажем далее. Светофор бы не помешал. К такому заключению приходишь при просмотре этой аварии. Выезд со второстепенной в районе немецкой деревни весьма затруднителен и опасен. Видно, как участникам движения нужно пересечь две полосы для того, чтобы попасть в свой ряд. У грозовичка и красного авто это получилось без особых трудностей. И вот появляется черный автомобиль, водитель которого не учел ни расстояния до ближайшей машины, ни мощности двигателя своего коня. Поэтому не успевает проскочить перед надвигающимся седаном и получает весомый удар в левое переднее крыло. Значительные повреждения и у автомобиля второго участника ДТП. Примечательно, что виновник не побежал рассматривать раны своей ласточки, а поспешил к потерпевшему водителю. Но это никак не освобождает его от ответственности. Поучительная история не только для мотоциклистов произошла на пересечении улиц Гаврилова и Комунаров. Водитель двухколесного решил не дожидаться разрешающего сигнала светофора и без остановки на красный выезжает на перекресток. Понятно, не хочет терять ни минуты драгоценного времени, но планы рухнули в один миг, когда в поле зрения камеры появляется белая девятка. Далее все понятно без лишних слов. Столкновение, лежащий на боку мотороллер и сильно хромающий торопыга. Пассажир, пострадавшей стороны, не стал дожидаться развития событий и покинул злосчастное место встречи. Дальнейший же алгоритм действий таков. Дождаться правоохранителей, оформить все, как полагается и лечить ногу. А ведь все могло быть иначе. Серьезная авария в центре города продолжит наш обзор. Причина та же, что и в предыдущем случае – игнорирование запрещающего сигнала светофора. Поздним вечером поток машин на улице Красной существенно снижается. Соответственно, водители увеличивают скорость передвижения. Вот и здесь бодро шагает по главной темный седан. Назовем его объект А. С улицы Северной, не обращая внимания на красный свет, набирает темп виновник аварии. Назовем его объект Б. Как следствие, объекты пересекаются. Итог – машины разбиты. Коммунальщикам убирать покрытую битвы стеклом проезжую часть. Пострадавшему, как минимум, проверить шейный отдел позвоночника. Один плюс – экипаж ДПС приехал через минуту. Как показывает практика, основная причина многих аварий – это пренебрежение знаками и сигналами светофора. Эдакий принцип на авось. В данном случае он не сработал. Вот темный кроссовер проезжает перекресток, лишь слегка притормозив. Соответственно, не хватило времени его рулевому для оценки дорожной ситуации. В результате наблюдаем, как в филейную часть большого брата впивается серый седан. От удара у легковушки отлетает бампер. Повреждение кроссовера скрывает плохое освещение. Водители и пассажиры с ременком на руках покидают свои машины. И тут начинается ток-шоу под названием «Куда ты едешь?». Приглашенные эксперты, сотрудники дорожно-патрульной службы, через два часа расставили все точки над пледом. Покой им только снится. Несколько месяцев назад, в свой выходной, офицер Росгвардии спас жизнь работнику строительной бригады. 40-летний строитель споткнулся со стеклянной посудой в руках и, упав на осколки, сильно порезал лицо. Старший лейтенант кинулся на помощь истекающему кровью мужчине. Он обнаружил глубокое ранение на шее. Несколько минут отделяли пострадавшего от неминуемой смерти. Спаситель, не дожидаясь скорой помощи, постарался сам остановить кровавый фонтан. После осмотра я увидел, что на шее имеется глубокий порез, из которого пульсирует кровь. Зажав руками вместо пореза, я положил человека на землю, прижал, попросил товарища сходить, принести полотенце, для того, чтобы каким-то образом останавливать кровь. Зажав рану потерпевшего руками, вызвали скорую помощь. После благодарственного письма от бригадира подвиг получил огласку. Росгвардеец доказал, что правоохранители всегда на страже жизни и покоя граждан. За этот героический поступок Николая Мартыновича наградили медалью за спасение.